МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбойное нападение на пожилую семейную пару совершено в Кустанайской области. Преступление произошло в поселке Перцевка. 24 августа около 13 часов 53 минуты в дежурную часть управления утреннего дела города Рудного поступило сообщение от 78-летнего жителя поселка Перцевка, который сообщил о том, что неизвестный ему мужчина, применяя насилие, ударил его молотком и открыто похитил сотовый телефон и денежные средства в сумме 3000 тенге. Сразу же после получения сообщения о преступлении прибыли сотрудники УВД Рудного. Они осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник через забор проник во двор, потом в дом и напал не только на хозяина жилья, но и на его супругу. Оперативники начали розыск подозреваемого, и им удалось задержать его через 6 дней. Преступление совершил 48-летний житель города Кустаная, который дал признательные показания. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Подозреваемый был водворен в изоляторном временном содержании УВД города Рудного. Как выяснилось, задержанный ранее проживал в Перцевке, но переехал в Кустанай. Из-за властного центра он специально на своей машине отправился в поселок, чтобы совершить нападение на пенсионеров, у которых он знал, могут быть накопления. Но в итоге получил только старенький мобильник и 3000 тенге. Мужчину, который избил жительницу Кустаная, разыскивает полиция. Преступление расследуют сотрудники Северного отдела. Они разыскивают не только подозреваемого, но и возможных свидетелей. Преступление, совершенного несколько недель назад, 15 августа. В этот день около 16.00 часов в магазине «Маяк» по улице Победы неустановленный мужчина нанес телесные повреждения 34-летней женщине. По данному факту подозревается мужчина азиатской внешности, возраст 30-35 лет. А дед был в розовую футболку и в синих джинсах. Проведенные разыскные мероприятия пока результаты не принесли, поэтому полицейские распространяют видео, на котором потерпевшая смогла увидеть нападавшего на нее человека. На этих кадрах он, скорее всего, нетрезвый, идет в сопровождении еще одного мужчины. Хотя, кто кого сопровождает, весьма спорный вопрос. На видео разыскиваем мужчину в светлой футболке. Как рассказала потерпевшая, нападение было внезапным. Ему не предшествовал конфликт. Мужчина просто начал ее бить. Всех, кто может помочь в розыске, полиция просит позвонить на телефон 102. Пресечь совершение преступления несовершеннолетними, выявить факты употреблениями алкоголя и табака, наркотиков и психотропных веществ. Таковы цели, проведенные в Кустанайской области операции подросток. Также полицейские выявляли факты пребывания детей вне дома и появления их в развлекательных заведениях в ночное время. За 9 дней операции в органы внутренних дел было доставлено почти 300 подростков. Из них 242 подростка доставлены за совершение административного правонарушения, 54 подростка за безвоззорность, беспризорность. Всего охвачено мест концентрации молодежи более 1100 мест. В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 211 подростков, задержанных за нахождение в ночное время без сопровождения законных представителей. За все нарушения порядка подростками наказаны их родители. В зависимости от тяжести правонарушения, бывает, что дети задержатся повторно, на их отцов и матерей накладываются штрафы в размере от 5 до 10 месячных расчетных показателей, то есть от 12 до 24 тысяч тенге. Выявлен один из фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и один факт продажи табачных изделий несовершеннолетним. Все лица привлечены к административной ответственности. При проведении рейдовых мероприятий выявлено 3 факта нахождения несовершеннолетних разведений. Владельцы данных заведений привлечены к административной ответственности. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите и на канале «Алау» в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Субтитры делал DimaTorzok что их цветы валяются на асфальте. Жильцы вызвали полицейских. На место прибыл и кинолог с собакой, чтобы взять след злоумышленников. Пока никто не найден. Жители соседних подъездов теперь боятся за свои клумбы. Полиции возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 10-месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до 10 суток. 136 миллионов тенге безвозмездно получила кустанайская молодежь. В регионе продолжается реализация проекта «Жаз Проджект». Молодым людям предоставляется возможность начать собственный бизнес. Правда, получить первый доход они смогут лишь через полгода. Подробнее о проекте, а также его условиях – материали моих коллег. Кондитерский цехам, швейное ателье и даже школа по стрельбе из арбалета. Молодежь осваивает самые разные направления. Грантовую помощь уже получили 143 проекта на общую сумму в 136 миллионов тенге. Их реализацией занимаются почти пять сотен участников. В основном это молодежь, которая предпочитает работать в команде. Максимальная сумма гранта – 1 миллион тенге. Все проекты прошли трехступенчатый отбор. В очередной сложности подали заявки от Кустанайской области 394. Из них количество участников больше тысячи человек. В группе инициативной должно было бы быть не менее трех человек, не более пяти. От трех до пяти человек. Все прошедшие отбор проекта отмечают организаторы социальные. А это значит, что в первые полгода получать прибыль молодые люди не смогут. Предполагается, что оказывать услуги они будут бесплатно. Однако по окончанию срока действия все закупленное оборудование и материалы останутся у них. Поэтому для открытия полноценного собственного дела не будет никаких препятствий. Тем более, азы предпринимательства молодежь получает уже сейчас. Ребятам дается возможность либо реализовывать проект самостоятельно, либо через принимающую организацию. То есть ребята могут выбрать. Если они финансово подкованы, знают, как правильно, какие документы необходимо будет сдавать именно в финансовом отчете и так далее, то они могут выбирать путь самостоятельно. Если же они выбирают вариант принимающей организации, у нас был конкурс принимающих организаций. В состав принимающих организаций входят некоммерческие организации. Финансирование участники получают двумя траншами. Со всеми молодыми людьми, отмечают координаторы проекта, уже составлены договоры. Ежемесячно получатели грантов должны отчитываться о своей работе, в том числе и финансово. Если средства будут расходоваться не по назначению, то с участниками договоры расторгают и подают на них в суд. Правда, пока подобных прецедентов не было. Диара Ахмичин, Андрей Деменок, РТН. В Казахстане внедряют прикладной бакалавриат. Обучение будет проходить в 47 колледжах страны, два из которых находятся в Кустанайской области. Получить после среднее образование кустанайские абитуриенты смогут по шести специальности. Что значит прикладной бакалавриат и чем он отличается от бакалавриата в высших учебных заведениях, нам расскажет Ярослава Богатырева. В 2018-2019 учебном году в колледжах Казахстана применяют новый стандарт образования, после средней. Это означает, что в учреждениях появляются кафедры прикладного бакалавриата. В Кустанайской области два колледжа внедряют эту систему по шести специальностям. Новаторы, высший экономический и высший политехнический. В прикладном бакалавриате подразумевается большое количество практики. Все-таки в вузе они дают более научную стезю, которая дает фактическое применение, а прикладной бакалавриат, почему вопросы возник, он остается на практическом уровне. Помимо научного он дает расчетные системы. Проще говоря, сейчас в колледжах по сути готовят рабочие кадры в вузах научных работников и руководителей. На прикладном же бакалавриате будут готовить хороших практиков и управленцев. Как говорят в Кустанайском экономическом колледже, такая образовательная методика необходима была уже давно. При разговоре с нашими социальными партнерами, работодателями, мы установили такой факт, что в принципе, допустим, банки, у них есть ограничения. Они принимают с удовольствием наших ребят, что они могут взять только на низшие должности, типа кассира. То есть, есть преграда в том, что они не имеют достаточного диплома. Прикладной бакалавриат подразумевает дальнейший карьерный рост. То есть, выпускники могут занимать руководящие должности. Узнав об этом, Анель Булумбаева, не задумываясь, поступила на специальность учет и аудит. Бухгалтера – не очень востребованная профессия и, думаю, очень даже интересно. Это уже высшая ступень обучения. И в дальнейшем это как карьерный рост и заработная плата выше будет. Поступить на специальности прикладного бакалавриата можно будет только на базе 11 классов или после получения диплома о среднеспециальном образовании. Если выпускник 9 класса поступил в колледж, то он сначала получит документ о получении рабочей специализации, после диплома завершения учебы, потом еще один о присуждении степени прикладного бакалавра. Будет увеличена нагрузка учебная. Если раньше, например, за три года обучения нагрузка составляла 4960 часов, то на сегодняшний день она составляет 6620 часов. Это также связано с тем, что образовательная программа после среднего образования, кроме модульно-компетентностного подхода, предполагает технологию кредитного обучения. Это значит, что при желании поступить после колледжа вуз эти самые кредиты будут засчитаны и срок получения академического образования сокращен. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН. Правильно питайся, здоровьем заряжайся. Спектакль «Сказку» с таким названием сегодня представили на суд юных зрителей в областном театре драмы. Показать детям и их родителям, что здоровый образ жизни и спорт – это здорово, вот задача актеров. Удалось ли им это сделать и как восприняли необычную сказку маленькие зрители, нам расскажет Яна Гала. Правильно питайся, здоровьем заряжайся – сегодня этот призыв звучал со сцены областного театра драмы. Показать детям и донести до них в игровой форме информацию о пользе здорового образа жизни – такая задача стояла перед актерами. Интересен спектакль будет и для родителей. Тонкий режиссерский прием позволяет понять, как важно подавать положительный пример своим детям. Наша сказка не только о правильном питании, но и обязательно о том, что детям нужен спорт, что им нужны увлечения не только компьютером и телефонами. У меня тоже дочь растет 12-летняя, тоже увлечена этим всем. Сейчас детей очень тяжело, поэтому мы еще немножечко сделали сказочку, чтобы она действовала и на родителей, на их воспитание в том числе. Если ты, Рыжик, не будешь кушать кашу, твои оценки в школе могут ухудшиться. Ты даже можешь заболеть! Педагоги восприняли нестандартную подачу серьезной темы позитивно. Говорят, детям так легче усвоить информацию. Сейчас вот очень полезный предмет у нас в обновленном образовании – естествознание. На этих уроках мы, конечно, говорим о питании, но когда дети еще раз приходят в театр, видят это все во время спектакля, все это в такой нестандартной, нетрадиционной форме, в игровой форме. Конечно, они закрепляют свои знания, и, конечно, они еще раз убеждаются в том, какие продукты, какие полезные. Изюминкой спектакля стал интерактив со зрителями. Дети с удовольствием стали участниками процесса, и он им пришелся по душе. То, что не надо есть вредную еду, нужно есть витамины. Мне понравился спектакль, и все запомнилось. Спектакль был классный, он был хороший, он донес до нас, что надо есть только полезные продукты и не есть паску. По словам руководителя театра, нестандартным задачам они всегда рады. В перспективе участие в фестивалях в России и новые креативные постановки. Я всегда говорю, это моя формула, да, вот я для себя придумал, вернее, это формула успеха театра. Театр должен опережать время хотя бы на полшага. Если мы идем в ногу со временем, значит, мы уже опаздываем. Эта сказка – своеобразная разминка перед новым 97-м театральным сезоном. 5 октября здесь состоится премьера спектакля «Учитель танцев», подготовка к которому уже завершена. Хамзан Рпеисов, Яна Гала, РТН. И пока это все новости. Спасибо, что были с нами. До свидания.